Есть та же самая Темпларка, которая чуть ли не в каждой игре заходит. Но здесь уже не будет Хускара, забанили уже оба саппорта. Они брали против Альянса, там был вообще Хускар и к нему Дазл плюс Тускар плюс Виверна. Я предлагаю сделать прогноз, пока мы еще не увидели всех пиков, предлагаю сделать прогноз на этот матч. Сереж, как ты думаешь? На 2-1 я ставлю на Team Secret. 2-1 Secret. Что ты можешь сказать, Ярослав? 2-0 Secret. 2-0 Secret. Говорит Артур. Солидарен, Ярослав. Не только ты солидарен, Егор, который сейчас не присутствует, тоже отдал свое предпочтение в пользу 2-0 Secret. А что думает наш Александр Дашкевич? Александр Дашкевич не думает ничего сейчас. Я думаю, что... Дашкевич? Мы его потом снимаем. Я думаю, что Минецки, конечно, у нас большие молодцы. И, возможно, чем-то там и удивили, естественно, они и Альянсов, и Ехом, но удивив чем-то те команды, они, очевидно, показали очень много в группе, очень много стратегий своих. И этим дали пищу для размышлений с Secret, как бы там мы не обсуждали того, что Пупей может там что-то забить, что-то не посмотреть. Ну, конечно, мы говорим о мейджоре, о очень крутом титуле, о крутом призовом фонде. Я уверен, здесь подготовка у Сикретов хорошая. И они, конечно, отдают должное каждому оппоненту. А значит, что они посмотрели все реплеи, и мы это видим по банам и по пикам. То есть, действительно, убраны даже не Савхускар вначале, хотя теперь и он, а просто саппорты, которые делали львиную долю работы для Минецки. И уже им станет тяжелее. Плюс сами Минецки зачем-то отдают, опять же, Сикретам их лучших двух героев. У Team Secret, да, вы хотели бы отметить, уже по пику все хорошо. Два сигнатурных кор-персонажа уже взяты, уже есть герои для Вихи, уже есть герои для Энви. Саппортов доберут сейчас по ситуации и доберут какого-то героя для Мизери. Не исключено, опять-таки, что это будет Никс Ассасин, потому что уже имеется Queen of Pain и Dazzle. А он здание уже. Ага. Минецки не пальцем делали. Забанен, значит, кого-то другого придется взять. Team Secret вообще забанили чуть ли не полную стратегию в команде Минецки. Не хватает как раз кого-то там, кто-то был пятый. Кого-то не хватает. Слардар. Слардар, да, Слардар, по-моему, был. Все пять в бане. Или не Слардар. Да пофигу. Ну, они, да, забанили. Ну, Пупей банит хорошо здесь героев. И пикает хорошо свой пик. То есть остались еще у нас пули и такие парни, как Бэйн, например, опять же. Может здесь еще появиться, да все что угодно. Потому что саппортов там огромное количество. И Сигрет играет практически всем. А вот у Минецок уже проблемы. Потому что эту стратегию Сикретов я не видел, чтобы никто не выигрывал никогда. Да, скорее всего, Сикрет возьмут Бэйна. Скорее, возможно, будет Undying. Посмотрим. И будет какой-то оффлейн для Мизери. Ну да, с этой стратегией может еще оказаться в пике Баунти Хантер ближе к концу. Вместо Undying, Пай Вай Дай, да. Может на Баунти Хантере сыграть в случае надобности. Тем временем запоздала информация, но тем не менее пришла. Сообщили мне, что СФ ваншотит Хускара. Но я сказал, что без видеопруфа не поверим. Не верю, потому что... Нет, я не тестил это конкретно, но я тестил другое. Если с читами, Минер, с читами, которые взрывают бочки одновременно, когда попадает кто-то в радиусе, если ты туда прыгаешь, например, каким-то героем прожимаешь через шифт БКБ после блинка, то, ну, короче, тебя не успевает убить. Сколько-то бочек успевает взрываться, потом у тебя включается БКБ. По этой же аналогии я уверен, что Хускара должны какое-то количество душ залетать, но все-таки включаться пассивка. БКБ, оно юзается, оно не сразу юзается, там, какое-то 0.2-0.3 секунды, чтобы оно начало действовать антимагиями. Так же, как и все в Доте, типа, там, 1 сотая, на самом деле. Ну, вчера, как раз, вчера момент был, С4 как раз, на него упала ульта аппарата, на него появился Грейв, и он, типа, думал, под последний тик Грейва, ну, на нем еще висит ульта аппарата, включить БКБ. И вот Грейв заканчивается, он включает БКБ, но не успевает, попадает в этот интервал как раз, когда Грейв закончился, и БКБ... Ульта аппарата просто пробивает БКБ, и если ты уже ниже определенного количества ХП, ниже вот этого треш-холда, то ты просто умрешь. Ну да, то есть она не отнимает ХП, но она убивает, поэтому... Я этот момент видел. БКБ просто... ну, короче, там есть самые маленькие интервалы в Доте, ну, как бы, активации всего, и каких-то там просчетов, что быстрее работает. Ну, в общем, пускай засылает нам видос, без видоса не верим. Я сказал, без видеопруфа не поверим. Не поверим. Но только нам нужен не Хускар, у которого там... Пассивки нет. Да, или 800 ХП, а такой какой-нибудь, тысячи полторы хотя бы ХП, Хускар, с четвертой пассивкой. Не, он такого не убьет. Ну, и так, что вы можете сказать по пикам? Ребят, вот у нас добавился Дисраптор и Найт Сталкер для Минески. Там 18 по 100. И Бэйн для Сикрет. Бэйн для Сикрет считался по поводу Найт Сталкера хороший герой под Дарксиром, можно и до Блой во Фейн сходить, правда, Сикреты этого просто не позволят. Сейчас доберут второго сильного саппорта, скорее всего, и Минески вынуждены будут как-то свою половину карты качать. Пока что у Сикретов все лучше, потому что ранняя агрессия Минески здесь, мне кажется, не оправдана. Нету никакого слабого места у Сикрет, куда можно надавить. А у Эйтгейм, у Сикрет уже весьма уверенный. Перетянут они вот в эту свою макроигру, и в конечном итоге к минуты сороковой просто уже не оставят шансов Минески. Ну, это если перетянут в макроигру, да, то есть у Минески вообще неплохой пик в плане поддавить. И, о, еще Бестмастер сюда. Дополнительный мап-контроль, дополнительная инициация, как раз таки, чтобы растягивать по карте и выцеплять по одному. Да, абсолютно стандартно играет Сикрет. Они все время так берут вот этих двух керри, притом, которые могут убивать, ну, чуть ли не в соло, но с небольшим саппортом точно, и берут они минимум одного, а желательно двух. Это может быть Бэйн Магнус, Бэйн Бестмастер, как сейчас. Героев, которые пробивают еще и БКБ, практически обязательно, судя по всему, это делают, и тянут в любой лейт, абсолютно неважно куда. И потом, какого бы героя не встретил, там, Винренджер в шесть слотов и Бестмастер, сколько бы у него не было итемов, они его все равно убьют. Есть у него БКБ, нет БКБ, неважно. Качественный пик, все сбалансировано. Сплит пушить есть чем, лейт гейм просто сумасшедший. Если тебя хотят попушить, откидываться хватает, чем есть по варшот, есть уже... И Эмбер может подспамливать, да, и Топоры есть. Действительно хорошая стратегия, поэтому никто и не выиграл, как ты говоришь. Никто ни разу не выиграл, поэтому я не понимаю, как можно продолжать отдавать. Но ясно дело, что там баны ограничены и все такое, но все-таки я бы просто банил бы проще Эмберспирит и Виндрейнджер и как-то распикивал бы уже там все остальное. Думов, Слардаров можно разбирать уже. Ну вот я сейчас вижу, единственный вариант для Минески победить, это как-то все-таки наубивать на ранней стадии во время первой ночи и потом сноуболить, потому что сноуболить с Дисраптором и Баланаром, который быстро получит здесь, допустим, Аганим, довольно быстро можно. Но Минески решают, что лучше они поиграют в вейт гейм. И мне кажется, это ошибка, потому что Фантом Лансер против Эмберспирита. Ну не было бы Эмберспирита, можно было бы говорить о чем-то, а так, конечно, тяжело. Но он есть, он есть на ферст пик здесь, от тем секрет. Если был бы Геррокоптер вместо Эмберспирита, то Баланар мог бы спокойно, мог бы Латидом побеждать. А тут так, 50-50. Ну вот непонятно, мне кажется, они зафейлили с тем, что забанили Слардара. Ладно, хрен с ним с думом, но вместо Слардара лучше банили бы Эмберспирита и вот могли бы тогда делать такой же пик и было бы у них все более-менее. Если бы там был бы у Секрет Слардар и пофигу на него, а так, вопросы. Ну и кого же в последнем доберут? Просто какой-то сильный статовый саппорт, мне кажется, для Секрет. Ундайинг? Может и Ундайинг. Доктор, Ундайинг. О! Ага, это Бестмастер саппорт. Да, Бестмастер саппорт. Вот, Пайлай. Видал я уже такой во времена Клоднайн. Ну что же. Вот эта эра вернулась, судя по всему. Очень интересный пик от Тим Секрет и еще более интересно, как они его реализуют. Итак, начинается матч Секрет против Минески. Первая карта. Мы передаем слово нашим комментаторам Вова. Дима, вещайте. Спасибо, Иван. Добрый день, уважаемые зрители. Мы продолжаем трансляцию с Франкфурт Мейджора. Мейн-Ивент. Второй день. И у нас вторая пара матчей в Венерах. Открывают ее Тим Секрет против Минески. Ну, только ленивый, наверное, не говорил про вот эту сенсацию, которую сотворили Минески с тем, что они вышли в Лузера, стали единственной командой, которая не получила прямой инвайт, но при этом пробилась в верхнюю сетку. И это было неожиданно для многих. Спросят очень многие ребята, как-то... ...где-то там далеко полуострове или островах. Не знаю, где они там живут. В общем, как они так высоко поднялись, а все очень просто. Они сюда приехали, и у них был такой-таки плотный буткемп 2-3 дня. Они также приехали на Наньянг, где получили неимоверное количество опыта. И мы видим то, что драфты их изменились нереально. То есть сейчас это абсолютно другая команда, не та, которая когда-то проходила квалификацию на Интернешнл. Ну что ж, и давайте посмотрим, кто у нас на ком играет. Рейджинг Патейта играет на Квинн оф Пейн, Ку-Ку на Фантом Лансере, Джулс на Дисрапторе. В хард-линии будет Райер на Дарксире. Это один из сильнейших героев, кстати говоря, также Минесок и Джесси Вош на Нейт Сталкере. И Тим Сикрет. Папи на Супорт Бессмастере, Мизери Хардовый, Магнус, Этернал Энви на Кэри Эмбер Спирити, Виха, Медовый Эвент Рейнджер и Пайл Айдай на Бене. Ну, в общем-то, Сикреты, говорили аналитики о том, что Сикреты взяли свой пик. Да, вот этот Бэйн, Эмбер и Верка слишком хорошо получаются у команды Тим Сикрет. Но я вот хочу увидеть все же Дарксира. Потому что, да, Хускар у нас доминировал за Минески на групповой стадии. Тем не менее, ходили еще и разговоры о том, что Дарксир здесь хорош. Ты сказал про такой небольшой буткемп. Я так понимаю, то есть они раньше, чем остальные приехали? Нет, потому что раньше, когда они приезжали на какие-то турниры, они имели довольно-таки мало возможностей, чтобы потренироваться, потому что там буквально 2-3 дня и у тебя уже начинаются игры. Хороший пример – ESL One, который когда-то проходил. А так ты поехал на Наньянг. У вас там было 3-4 дня активных тренировок с командами и играли в группе. После Наньянга вы приехали сюда еще, вы здесь 2-3 дня потренировались. И команда преобразилась. Невероятно. Если раньше это были ребята, которые играли чисто своими героями, у них там были какие-то темы, и там всякие керри-мираны бегали постоянно и другие варианты, то сейчас мы видим вполне стабильные пики, которыми играют все. Ну и удастся ли им сохранить все-таки вот этот кураж, полученный на групповой стадии, и как-то развить его в матче против Сигрет? Сейчас и посмотрим. По лейнам у нас, получается, Мизери будет стоять против Дарксира. Ему будет помогать Купей, но для Дарксира линия получается довольно неплохая. Снизу стоит Квин оф Пейн против Даблы, Эмбер, Спирит и Бэйн. Ну тяжелая линия для Квапы, в принципе, Эмбер, Спирит не дает ей блинковаться. Тем временем сбивает Курьера своим кабаном Купей. Да, это... Это интересная игра. В итоге сам даже не выходил на лайн, а Курьеру удалось забрать. Ну и Фантом Лансер в миде. Вот что необычно. Выходит на Этернал Энви, начинает его пробивать. Очень мало ХП 50, но успевает выстрел. Остается Палайдай, который прикрыл с собой, и Ферст Блад для Минески. Отличное начало для Минески. Они выбили очень много ХП у Энви. Они прохарасили как следует и забрали Бэйна. Ну и вот потеря Курьера, разве что в легкий минус. Да, вот сейчас интересно то, что Team Secret решили поставить в харду именно такую Даблу, может быть даже Триплу, мы видим то, что ПП возвращается. И, судя по всему, ожидали они увидеть какого-то керри Фантом Лансера, которого можно было бы поддавить. Но Минески, в свою очередь, оказались хитрее. Они прекрасно понимают, что Лансер как-то может стоять против Ферки, хотя мы видим, что Виха все равно его делает. И поставили агрессивную Клопу, которую этого Эмберспирита может накалять. Ну-ка. Ну тут борьба на лайне идет, как ни крути. Здесь активные герои, и будем мы видеть массу разменов, скорее всего. На верхней линии, тем временем, Дарксир стоит с Магнусом, и стоит довольно-таки неплохо. Так, ну у нас опять снизу какой-то экшен. Выходит Джесси Ворш, Инвиз забирает Бестмастер. Тут же атака на Пайлайдая. У Клопы есть дротик, кидает его в Пайлайдая. Есть блинк. До конца разменивается Рейджинг Потэйто, блинкуется очень агрессивно. И должен Пайлайдая здесь уходить. Да, Пайлайдая уходит. Пупе раздал всем троим. Преследовательная сталкера, есть у него сапог, он спокойно убежит. Дезраптор решил попробовать убить Кабана. Кабан миссует, и Дезраптор тоже убегает спокойно. Дважды миссанул, в итоге Кабана здесь все-таки забирает. Кин оф Пейн, начинает драться с Пупеем. Пупе один, подходит Бейн. Ну, насколько же прочный Бестмастер. 68 атаки с руки, 4 армора он действительно раздал троим героям. Еще щиток, еще Кабан, и на месте Минески сейчас поняли, что в лобовые столкновения лучше всего не ввязываться. То есть, да, даже несмотря на то, что у тебя есть Найс Талкер, который тоже бы казалось очень плотный, и у него есть сапог, но с другой стороны, вот этот щиток очень сильно решает на такой стадии. Я думаю, еще Кабан очень сильно так же решает, которая замедляет. Кабан и щиток — это два решающих фактора, которые позволяют тебе очень выгодно размениваться. Ну и в итоге Найс Талкер у нас куда-то пошел наверх. Вот хорошая статистика. Очень мало проигрывают этой парой героев. Но тем не менее, мы вот ожидали того, что Пупей попробует вместо того, чтобы забанить, как-то законтрить Минесек с их Хаском. Но Хаск в итоге отправился в бан. И видим, что скорее Минески попробовали поиграть против топовой стратегии Сигретов. Ну, пока что 1-0, Минески впереди. Нападение на Джулза. Джулз. Сиринг Чейнс по двоим отличный от Энви. Найд Сталкер перетягивается вниз. Очень хорошо здесь сыграл Джеки Мао. Ну и в целом комбинация такая, против которой не спастись. Квапа также очень сильно проседает в ХП. Невероятно сильная линия. И непонятно, за счет чего филиппинцы здесь будут возвращаться. Сейчас ночь появится. Четвертая минута. На Сталкер мы видим, что почти третьего уровня. И ночью можно как будто попробовать раздать. Бегут за Амберспиритом, который небольшие проблемы. Полайдай отступает. И да, все. Теперь можно вообще с линии убежать. То есть свою задачу они сделали. Ну и резается Курьер. Наконец-таки может Лансер себе привозить теперь артефакты. Есть у него уже бутылка. Есть у него... Да, летит к нему сапог, насколько я понимаю. Все хорошо. И Лансер, кстати, хорош, стоит отметить. То есть стоял он на меде без Курьера 3 минуты. Против Вихи. Как мы знаем, это еще один месье 8К РММ. Как мы видим, его это вообще не пугает. Он имеет высший крипстат, чем та же ВРК. Такое легкое возвращение Лансера на профессиональную сцену мы видим. Вчера с блинком CDC. Так будет Квапу. Но будет довольно поздно. И Квапа не успевает блинкануться. Чуть-чуть Джолс не успел здесь разбудить своего кэри. И 2-1 Секрет уходит вперед. Секреты пока очень четко ловят моменты. То есть каждый раз, когда Найт Сталкер убегает в свои леса или еще курицы. Вот видим, что он просто поезжал на фонтан. Они этим очень хорошо пользуются. Навязывают размены 3 в 2. И, как мы видим, пока Квапа и с Дезраптором они не способны выживать. То есть вообще Найт Сталкеров с этой линии нельзя убегать. Вы стоите, вы 2 НТВК. Вас очень легко забрать слип, чайны и ты моментально падаешь. Ты моментально падаешь. Единственное, что такими героями можно делать, это атаковать. Когда у тебя есть там какой-никакой рассказ. Ну и вот Найт Сталкер подходит сюда к своей команде и может быть сейчас получится начать. Ну, все видят абсолютно игроки и команды Сикрет. Ну, ночь не все пока. Нет, могут попробовать. Пока ребятки не решились. Жутко, когда Найт Сталкер получит 3 левел. И после этого можно будет нападать. Да, очень получается пассивная у нас игра от Минески. Ну, просто потому что их зажали и тяжеловато им. Начинает драться Фантом Лансер с Эмбир Спиритом. Получает Сиринг Чейнс. Проблемы у Лансера. Запрыгивает наверх. Ну, и в итоге так подразвел немножко на ману своих соперников. Не более того. Ну, и на верхнюю линию мы практически не смотрим. Магнус с Дарксиром стоят очень-очень ровно. И для Мизери, конечно, это очень хорошо. Потому что для Магнуса такой фарм вынести вначале удается не так часто. Но так как здесь он соло на легкой линии против одного героя соперника, чувствует себя хорошо. Ну, Мизери мы вообще отмечали то, что он сильно отличается от многих харлайнеров. И если ему доводится... О, РП в землю. Да, так такое тоже бывает. Но если ему доводится стоять один на один, то он довольно-таки хорошо кратится. То есть мы видели его и на Нюксе, который там в три раза перебивал Дарксира. Мы также видели и других героев его исполнения. То, что он вообще сами Team Secret старается от такого играть. То есть что ни игра, ставим Мизери в легкую. В некоторых позициях он чуть ли не как Кэрри выступает. Ну, а сами в трепле развлекаем врага. Да, ну и здесь опять намечается у нас очень хороший моб-контроль от Секретов. Вот против как раз-таки Веги. Вчера показывали очень хороший компонент нападения на Queen of Pain. Он успевает уйти. И Джулс тоже вряд ли поймают. Скоро шестой у Эмберспирита. Он станет гораздо активнее. Перетягивается Найт Сталкер под щитком Дарксира свеженьким. И, возможно, попробует что-то здесь исполнить. Шестого левела еще нет. Нужно нападать. Нападение, топорики. Рейджинг Потейта проседает. Здесь же Найт Сталкер дает сайленс. Возвращают у нас Eternal Envy и хороший фраг. Ну вот оно подключение от Найт Сталкера. Джесси Вош зарабатывает килл для своей команды. Нужное. Очень нужное. Нужное. Приподнять на этой линии хотя бы чуть-чуть ситуацию игровую. Ну и вот Envy сейчас он думает, что же ему делать. То есть можно попробовать опять вернуться вниз и попробовать добить для себя шестой уровень. Или вариант номер два уйти наверх, потому что в целом-то можно слабнуть линией. То есть да, мы на харде потерпели. Магнус свой уровень вынес. Мы видим то, что он восьмой. Есть арка тапки. И Магнус может спокойно идти там в центр, вниз и спокойно кидать свои волны. Да, хоть леса фармить с таким закупом. Ну да. А Ember Spirit в свою очередь теперь отправляется наверх и будет потихонечку получать левел. Очень хорошо делится экспиренсом так вот по очереди, по очереди. Нужен левел Ember Spirit. Он очень сильный на шестом, седьмом, восьмом. И как раз таки Сикреты смогут продолжать вот так активно играть. Главное шестой здесь взять. Ну да, и Пупей получает левел на нижней линии. Ему тоже шестой левел было бы неплохо. Неплохо взять, скажем так. Сверху нападение. И забирают. Ну вот она как раз таки та самая перетяжка от Энви. Магнус сразу же телепортируется домой, потому что всю магнус потратил. Реализацию ультимейта. Забирают Дарк Сира. Хороший фраг. Ну и одновременно с перетяжкой это сделали. Поэтому получилась не просто перетяжка, которая была так необходима, а еще с легким бонусом в виде вот этого фрага. Да, Мизери двигаются у нас вниз. Видят они здесь довольно-таки тонкую Queen of Pain. И учитывая то, что стоит Сентриар, который намекает, что Минески тут не так много видит, то можно попробовать сделать врыв на Квапу. Ну тяжеловато без РП. Однако вместо того, чтобы идти врываться на Квапу, мы увидим, что он, ну, передумал, решил пойти в центр, теперь он бежит-бежит, сам не знает куда идти. То есть прогнал его Этернал Энви сверху и говорит, дружище, давай иди куда-нибудь и пофарми. На мой взгляд, лучше было пойти в лес, потому что РП все равно нет, блинка нету и тяжеловато. Я помню этого саппорт-мастера от Соло. Действительно, не так плох он, как могло показаться изначально. Немножко жадноват, конечно, но в начале сильный и в конце сильный. Нужно вот перетерпеть как-то мидгейм. Да, но с другой стороны, такой довольно-таки уникальный саппорт, который всегда имеет варды. То есть тебе не нужно там ходить, куда-то их ставить. Ты можешь вызвать кабана, он пойдет в одну часть карты, ты можешь там вызвать пичку, она подсветит тебе другую территорию. И в результате этого ты, в принципе, такой саппорт, который самодостаточный. У тебя есть вообще все необходимое. Ну вот он, Вижн, команда Сикрет. Они завардили верхнюю часть карты, стоит раз вард, два вард и висит птица. Видят практически все. Если мы посмотрим на Минески, то явно у них поменьше. Слип на Квин оф Пейн. Ну нет, это защитный слип, никакой атаки не будет. Здесь, конечно, шанс Минески — это Найт Сталкер с Аганимом. Даже несмотря на кучу вардов и птиц Бисмастера, Найт Сталкер с Аганимом слишком жестко режет Вижн. И можно будет играть на равных. Ну вот, смотрим. Пока что об этом рановато говорить. По Нетворсам у нас, ну, как мы видим, скоргерои ушли немножечко вперед, саппорты чуть отстают. Но опять же, учитывая, что саппорты жадные, стараются хотя бы чуть-чуть подфармливать. Да, ну вот пока мы видим то, что Минески в первую очередь ждут ночь, чтобы Найт Сталкер мог пойти и хорошенько раздать. А Тим Секрет, в свою очередь, стараются набрать шестый власть, чтобы тот же Бисмастер, Бейн и, может быть, Магнус с Блинком могли ходить и кого-то по одному убивать. Пока, в принципе, такая довольно-таки защитная игра, никто никого не трогает и вот ждут момента. Может быть, там какую-то удачную руну, чтобы можно было совершить замес. Вот мы видим то, что дважды Минески использовали Darkseer плюс Дизраптор и обе игры проиграли. Хотя комбинация хорошая. Комбинация хорошая, да. Но это очень... О, этот врыв на Пупея. Пупея сыграл неосторожно, нет у него стиков, тикает яд и еще один яд, может дотикать, нет, успевает отхериться на фонтане и Мизери очень хорошо врывается на Queen of Pain, но успевает. Успевает рейнджик Потата убежать. В итоге размен получился у нас ультимейта на ультимейта. Да, Пупей выживает на лоу хп, почти получил шестой, но теперь нужно ему будет быть на чеку. Queen of Pain всего-навсего восьмого левела, ну то есть нету второго ультимейта и именно за счет этого. Но выход на Мизери может быть сейчас очень опасный. Мизери вовремя реагирует, уходит. Здесь Дизраптор его, конечно, мог подцепить. Ну и Лансер. Лансер взял себе ПТФ, Фурман Шилл, 1300 монет, Боттл. Такие у нас артефакты на легкий разгон фарма. У Энви Аквила, у Лансера Бутылка, у Энви также Бутылка. Все фармят, никто никуда не торопится. Наступила та самая ночь, которую ждали Минески. Да, теперь Найсталкер может объединиться с Дарксиром и, может быть, тем же Дизраптором и попробовать сделать выход, чтобы кого-то завалить. То есть пока по героям мы смотрим. Тут, в принципе, все убиваемо. То есть можно какого-то магнотавра быстренько развлечь через Сайленс. Можно напасть на Бейна и тоже его убить через два щитка. Ну, пока все это не отделалось. И нужно попробовать. Хороший смок разбивают. Не успели ни птицу спалить, ни птицы не успела спалить, ни варды. И сейчас могут выйти. Но Энви здесь прикрывают. У него травела довольно мобильные. И так, смотрим. Выход. Энви, Сиринг Чейнс, Сурдж, Найт Сталкер заходит. Энви читает ситуацию. Ну, скорее вард. Скорее вот вард сейчас. Увидели Курьера и поняли, что, скорее всего, идет атака. Да, Курьер это то еще палево. На самом деле, очень глупо получилось. Вот такие Курьеры, которые летят, непонятно вообще зачем. Передать какую-то помойку. Ну, вещь, вещь какую-нибудь. Ну, не очень важная на такой стадии. Ну, вообще, да-да-да. То есть, ну, как бы, первый раз ты такое видишь. Так, ну, с нападением на Визераптора нужно отойти. И подходит Ку-Ку. Выходит на Пай Лайдая. Пай Лайдая без ТП, без какой-либо помощи. И правильно делает Мизери то, что решил его отдать. И Пай Лайдая, в принципе, пожертвовал собой. Коронный спейс от Пай Лайдая. Да. На ваших экранах. Ну, на самом деле, вот про этого Курьера не такая уж редкая ошибка. Я за последний месяц трижды видел уже такую ситуацию, когда важнейший какой-то ганг палится Курьером. Ну, вот посмотрим сейчас Дубль-2. Мы видим Дарксера и Дизраптора, которые еще раз пробуют выйти наверх. И главное не нести для себя этот вард. Так. Ждет Насталкер позицию. Вот Насталкер хорошо то, что он как раз никуда не ушел. Продолжает видеть то, что первый выход был случайностью. И вот сейчас уже Тернлайнви, он, видимо, не догадывается, что к нему идут. Да. Так, вот наглый выходит на крипов. Видит щиток. Получает Статик Шторм. Выходит Насталкер, дается Аленс, подходит Даркфир. И как же они его заковыряли? Хо-хо! Еще и ультимейтер сверху. На всякий случай. Умницы. Правильный фраг. Дальше Мизери. Так же цепляют. Есть Скьюер, пытается уйти на Скьюере, но очень быстро теряет КП. Ульф Джесси Воша, Джесси Вош проседает Мизери. Дает РП, но погибает. Тут же Пупе уходит домой. Джесси Воша, нужно переагривать Тавр, переагривает его. И Минески забирают двух кор-героев команды Сикрет. Великолепный ганг. Пошли в ту же точку. Не сделали ту же ошибку, которую сделали в первый раз. Ну и не пожалели спилов. И это все окупилось, естественно. Да, в принципе, правильно. Что там, Эмберспирит, там, мог кто-то там попробовать засейвить. Может, там какой-нибудь еще герой рядом оказаться. По секунду, как уже было не раз. Ну да, а тут топ и убили на Верочку. Здорово. Ну пока что мы смотрим за равной игрой. Даже легкое преимущество Минески появляется. Давайте посмотрим на графики. Даже не легкое преимущество Минески. Две тысячи они ведут. И при этом две с половиной, почти три по экспириенсу. Да, но если продолжить так давить, то будет довольно опасно. Не, ну пока мы видим то, что ночь очень скоро закончится. В принципе, Минески сделали две атаки, и одна из них увенчалась успехом. Взяли они довольно-таки два толстых фрага, и теперь осталось аккуратно сейв позиции брать. Ой, лол. Пупей не поверил, что Пупей здесь один. Пупей вызывает птицу. Пупей поход сам не поверил, что здесь один бежал такой, спрятался за ёлочкой. Но никто не помог ему. Да, но Клопа изначально не думала, что Пупей оставит одного. Какой-то странный мув на блюдечке Бестмастер преподносится, и сейчас сразу же можно забирать тавр в размен. Сталкер в наглую заходит во вражеский лес, бегает, ставит ворды, палит его в этот момент мизери, и, ну, исполняет такую роль ворда, потому что всё-таки днём он не так полезен. И забирает Минески очередной тавр. Минески очень хорошо играют. То есть на удивление, вот если они смотрят на линии, что, может быть, там где-то их, там, ну, где-то курьеры убили, или, может быть, там где-то снизу подловили, то сейчас мы едем совсем другую игру. И Team Secret по-прежнему не знают, видимо, что же делать. И выход в мид. Пока ещё Сикреты не забрали вышку снизу, она всё ещё стоит, у неё 93 хп, может получиться выход в мид. А тем временем Сикреты на Рошане с дабл-дэмэджем. И пингует, пингует туда Рейджинг Потейта. Фокус Файра уже нету. Заходят иллюзии Лансера. Энви битый, очень нужно ему отходить. Получает копьё. Боже мой. Энви еле живой, Вика стоит на Рошане, он получает пару баш, и Шекл привязывает. О, отличный уйдат Квин оф Бэнни, здесь Раптор закрывает двоих, их забирают Рошана, Верка подбирает Аегис, но куда же ей теперь уйти? Это уже минус 3. Да, на минус 3 остановились, Минески, фантастика. Наказывают за наглость, ещё и чудом каким-то Этернал Энви уходит на 80 хитпоинтах. Чудо, как он пришёл на этого Рошана с 200 хп, и сами Минески обалдели, думали, что это небось какая-то иллюзия. И в результате, Аегис выбит, Рошана забрали, да, но потеряли трёх героев, потеряли вышку, явно больше потеряли Минески, секреты. Ну да, первый раз секретов заказали за очень наглый абуз Рошана. То есть, в принципе, верный тайминг выбрали. Минески били Тавар сверху всей командой, при этом настал день, и могли у нас они не среагировать. Но, как мы видели, Лансер пошёл на мужчину просто один и четверых, и прекрасно понимал, что если они забирают Рошана, то у них нету большей часть пилов. Они не смогут дать замес хороший. Ну и раз такие дела, то браво. Тут сказать больше нечего. И как же хорош Дисраптер в этих двух драках. Его ультимейт пока что работает против этих прыгунов-кастеров команды Сикрет. Слишком круто. Я так понял, РП Магнус так и не дал. Он что-то пытался-пытался, но его закрыли сайленсом. Нападение на Лансера, Хаста, Эмбер Спирит идёт дальше. Но есть Доппергангер. Может копьё дать на развороте, а чего бы и нет. В итоге Этернал Энви стревает, начинает их там бить иллюзией, идут дальше за... Энви, Энви без маны. Лансер уже хорошенько. Бэйн уже замахивался на ультимейт, но на реакции ушёл от него ку-ку. И на Хасте уже передвигается у нас вообще в другую часть карты. Да, Сикреты потеряли сейчас много времени. По-прежнему ставят позиции, хотят сделать инициацию на Дизраптор, но это всего лишь Дизраптор. Опасно так рваться. Майд Сталкер уже стоит в позиции, ждёт. Снизу выход тем временем пошёл на Энви, у которого довольно мало маны. Энви уходит. Очень опасно стоять против Дизраптора. Вот когда он так стоит, он тебя цепанёт, а ты его не цепанёшь. Лучше отойти. Пайлайдай отошёл. Остальные ребята тоже побежали в свои леса. И... Ну вот сейчас такое время, что Сикреты нужно как-то попробовать драться. Да, вот мы видим то, что из-за этого смоки, потому что в целом... Ой, Виха! ...спалился. Сделал тышку по крепу. Да, то есть... Пока ночи нет, у них отличный шанс пойти и дать минус. А тем временем нападают на Пайлайдая. Джесси Уваш рвается, также Дизраптор проверяет. Так вот аккуратненько, чтобы его не подцепили. Подходит Дарксир, Пайлайдая вернули, и Пайлайдай погиб. Молодцы, молодцы! Красавчик. Фапан Минески, хэштег в Твиттере, который читает Минески ТВ. Рекомендую вам там во второй вкладочке где-нибудь открыть, периодически слушать. Но мне говорили, что после пяти минут вытекают уши, но... Ребята там болеют за своих. Именно поэтому... Но я думаю, что большинство сейчас... Ну, если не большинство, то много поддерживает Минески, потому что это парни, которые... Совершают чудо на данном турнире. Одни из топ-1 аутсайдеров наравне с Unknown, которые также вчера удивили многих, обыграв Ньюви. Напоминает Сидеков на пятом Инте. Очень сильно. Где тоже вроде с Вайлдкарда вышли, но как мы видели, хорошо прошли. Вот он график. Почти пять тысяч преимущества. Наступила ночь только что. Бузит Боттл, Данайо Тавр, Блинт купил себе Дарксир. Ну и что? Что будут делать Минески? Ну, у Минески все очень просто. Идти драться. Пока есть ночь на Сталкера. Чтобы эту ночь хорошо реализовать, лучше всего, конечно, не идти в лобовые атаки, потому что противник сможет тебя хорошо принять. Там будет вижен от всего, и вам нужно будет идти и переть на кого-то. А вот если как-то побегать по лесам, расставить ворды и кого-то цепануть Дезраптора, то есть хороший шанс навязать выгодную драку. Как-то пока что захолдились Минески. Ну, пока да. Они вышли на центр. Пока что полят их ворды, полят их птицы. И, ну, может быть, стоило бы даже разделиться. Расходятся. Что и делают? Лиса-лиса фармить. Как же агрессивно действуют Минески, заходят во вражеский лес, вообще ничего не боятся, но здесь могут их наказать за такое. Найт Сталкер видят Виха Квинов Пейн, не решается на нее напасть, видят Найт Сталкера, не решается на него напасть. В итоге просто зафармили вражеский лес и вышли. Стянули всю команду. Отличный мув. Напоминает мне вчерашнюю игру Саланс, когда три героя идут вниз, там, палятся, и такой момент, что, ну, ты уже чувствуешь себя сильным в своем лесу, и в это время кого-то Найт Сталкер с Квапой могли убить. Ну, то есть, если бы кого-то нашли. В принципе, у Кваппин Уф Пейн есть Орчет, с которого она убивает почти любого. То есть Найт Сталкер у нас 9 уровень и уже довольно-таки толстый. А, вот они предпринимают решение пойти на нижнюю линию, потому что там стоит еще очень много вышек. И не просто пойти на нижнюю линию, а попробовать кого-то для начала подганывать. Они подпушили линию, сейчас Амберспирит будет вынужден ее забирать, у него не так много ДПС, разве что щит будет хорошо работать. И его можно забрать. Ой, какой выход важнейший. Но Амберспирит среагировал. Не спалились, не спалились. Нужен кто-то еще. То есть думают, что улетел куда-то сюда, но Энви решил, что рисковать вообще не стоит. Ну и все, не хватит тратить время, нужно пушить, решают Минески, они абсолютно правы. Да, Энви хорошо прочувствовал, именно вот быстренько подфармил и ушел. Ну он такой молодец, он как-то выходишь на линию, паришься буквально на 3-4 секунды. Ты понимаешь, что даже если где-то есть засада, то они не успеют среагировать быстро и у тебя есть шанс просто быстро убежать. Как мы видим, пока вот его осторожность, она играет ему на руку и Сигарты успешно разменялись. Один на один по тварам. Да, один на один по... Хотя нет, слушай, не собираются размениваться. Есть Баттлфури, есть Баттлфури Эмберспирита. Можно хорошо подраться. Да. Но нужно кому-то напасть. Эмберспирит не решается. Это Бейна запалили. Бейну больно. Шекл попадает в Найт Сталкера. Найт Сталкер неплохо тягивает вакуум Дарксира, но не успевается раскастоваться. Сайленс лежит на мизере. Как только выйдет из Сайлленса, даст РП. Очень опасные ситуации. Даёт РП в двоих. Эмберспирит возвращается в драку. Магнус на попу разменен. Это явно в плюс для команды Сикрет. Но зацепили Энвенами без маны. Нечего ему здесь сделать. Он просто умирает, не имея никакого эскейпа. И бестмастер Бейн и Верка вынуждены отступить. Доля секунды и Сикреты бы развалились безответно. И цепляют еще Пупея. Так и развалились. Даже несмотря на то, что этой комбинация не зашла. Ну, божественная позиционка Джесси Ваша. Спалил ТП Верки, принял на себя удар. Успел засайленсить Магнуса, который, в принципе, ключевой герой вот в этой драке. И Минески браво. 13-4. Ломают две вышки. В итоге вышка разменена на две вышки. Один герой на трех героях. Ну и можно спокойно дофармливать свои артефакты и доминировать на карте. Ну, пока есть еще ночь. Можно попробовать навязать хотя бы один замес. Боже мой, замес. 15 пиков. Найс Сталкер, 10 из них были удачными. Ух ты, ничего себе, у них винрейт 62%. Ну, вообще у Найс Сталкера хороший винрейт. Как-то у Минесок вообще очень хороший винрейт. То есть, что-то они играют, играют, играют. И там все герои в районе 60%. Как-то они всех довольно легко выигрывали. И похоже на то, что у них-то там в азиатском дивизионе все довольно-таки здорово. Ну, если они с Европой и Азией тут бьются, ну, в смысле, с Китаем. Ну, сейчас они с Team Secret бьются, которые многие просто топ-1 пророчили. Как мы видим, преимущество у них существенное. Уже имеют 5000. Да, даже несмотря на то, что Secret, казалось бы, здесь подсократили это отставание. Но драка для Минески была слишком хороша. В любом случае расслабляться здесь нельзя, конечно, против комбинации с... Так, Дисраптор встревает. Шехл не попадает. РП Дисраптора успевает дать на себя Глимер. Пауэршот. Все бьют этого Дисраптора. Дисраптор еще и успевает двоих героев закрыть. Но, к сожалению, да, нужно валить. Если бы были какие-то тиммейты, было бы, конечно, очень здорово. Потому что Дисраптор сыграл круто. Он потратил на себя слишком много внимания. Купей вид Квинут Пейнт. Можно хорошо напасть. Врывается. Да, Рор не успевает. Квинут Пейнт оступает. И... Рейджинг Патата убегает. Да, снизу Иной просто попалил противника. Понял, что лайнсер пришел и можно пойти куда-то еще находят Дарксиры. Ну, просто разбежались. И Тим Секрет продолжает фармить. Да. Вот Секретом самое время задуматься о том, чтобы просто попробовать реализовать своих героев. То есть это БМ, который бегает и кого-нибудь убивает с Рора. Может быть, Бэйн, который за счет ульта накрывает, например, того же Дисраптора. И, как мы видим, если делать эти вылазки, то так вот по одному киллу у них потихонечку получается вернуться в игру. Да, по одному киллу не то, что даже по киллу, а очень много пространства свободного оставляют им Минески и они используют свои артефакты для фарма. Очень эффективно. Ну, просто сейчас драться сложновато. То есть мы видим то, что Эмбер Спирит пока еще не такой хороший боец. У него есть Травела, у нее есть Батл Пури. Травела это 2000 голды, Батл Пури. Так, сейчас аккуратно. Аккуратно. Энви выходит на него Дизраптор в Глиммер Кепе. Энви моментально уходит в очередной раз. Он нам показал мастер-класс. Так вот, у вас есть Батл Пури 4500. Есть также Травела. Ну, то есть ДПСа пока Эмбер Спирита, если не считать Эмпауэру Магнуса не так много. То есть, вот если купить какие-то криты, может быть, Манту, чтобы сбрасывать вся Сайлент с Квапой, может быть, ПКБ, чтобы Дизраппы был не проблемой, то тогда он будет отличным ДПСером. Но вот сейчас, пока еще, он не так хорош. И нужно немножко подождать. Мизери. Сейвят. Сайлент в итоге на иллюзию Магнуса, иллюзия падает. Да. Ну, Минески немножко не хватает какой-то цепкости, что ли? Цепкости уверенности? Ну, я бы сказал ночью не хватает. Ночи и аганимы на Найт Сталкере очень скоро будет. Покупают сразу же гем. Найт Сталкеру остается 150 монет. Их нужно прямо сейчас где-то дофармить. По таймингу. То есть, если настанет ночь вот-вот сейчас, то секреты гема могут и не ожидать. Поэтому будет очень хороший момент, чтобы его реализовать. Причем, Минески молодцы, то, что оставляет фарм для своего суппорта, мы видим то, что никто не фармит эту линию и Найт Сталкер ее забирает. Вот. Делится фармом. Ну и вот он, аганим. Аганим появляется у Найт Сталкера. Аганим должен появляться у Квин оф Пейн практически в эту же минуту. Ну, можно его не ждать все-таки потом. Вот потом можно его успешно реализовать, а сейчас было бы здорово пойти в Смаке и попробовать кого-то забрать. Энви, какой выбор? Блэк Кинг Барн, ну, против Эмбер, против Сайленса Квапы да. То есть, ты его сбрасываешь и она тебе не дамажит. Против Найт Сталкера с Сайленсом тоже да, потому что быть в Сайленсе 8 секунд это смерть для Эмбер Спирита. Диффуза очень жестко еще карают. Ну, да, да, да. И самое главное это Дизраптор, который может с легкостью тебя глимсовать с 1800 ренджи и мы видим то, что старается Рейджинг Патета сейчас Эмбер Спирита забрать, но БКБ спасает ему жизнь. Нужна помощь. Ну, развести можно попробовать на Блокинг Парк. Ну, кстати, да, тоже хорошая идея. Ну-ка, нет, не решился. В этот момент сбивают просто варды во вражеском лесу, на Рошане, точнее, на вражеских Эншентах и на Рошане. Ну и 13-5 Минески. Легкое преимущество их постепенно тает за счет слишком быстрого фарма команды Сикрет, но тем не менее это преимущество у них все еще есть. И вот сейчас важнейший момент выход в смоках от Сикретов. Найт Сталкер с гемом. Спалил. Все спалил. Лансер оступил. Сикрет и пока не знают, что их спалили. Ну-ка. И можно попробовать принять. Квапы нету, но она на подходе. У нее уже есть Аганим. Стоят в очень неплохой позиции. Шекл не привязывает Ку-ку. Ку-ку уходит. И аккуратно. Ку-ку, куда? Ку-ку, ты пошел. Ты смотри, опасная ситуация. Диздрафтер его спокойно вернет. Так. Успевает повесить Саленс и Пупей встрял. Найт Сталкер. Зацепили Найт Сталкер. В итоге Focus Fire. Здесь же Квинов Пэйн ультимейт. Найт Сталкер выживает за счет Грейвзофф. Эмбер Спирит. Саленс на Эмбер Спирита. Но БКБ затягивает Пупей. Минус Пупей. Минус Дарксир. Энви в Блокинг Барри продолжает биться с Лансером. Но Лансер очень неплохо пробивает Энви. Но Энви здесь хорош. Магнус все еще с РП. Магнус нужно прыгать нужно цеплять Ку-ку Ку-ку в Глиммер Кэпе. Энви забирает его делая даблкил. Тем временем Квинов Бэйн забирает Магнуса. Остается Бэйн дает слип пытается забрать Гем забирает Гем использует телепорт и Гем Гем на базе Секретов. Энви также уходит домой размен 3 в 3. Но потеря Гема очень критична сейчас для Минесов. Божественная реализация Блокинг Бара на Эмбере. Фантом Лайнсер тя не пробивает иллюзии не наносит урон с фидбэка это выжигание маны. Также ману не выжигает Дизраптор не дамажит на Исталкер мы видели ну его зафокусили в самом начале драки. Ну и Квапа как мы знаем она все-таки славится тем что в большинстве случаев наносит магический урон. Очень тяжелая для Минески игра позиционная была не хотели они подставляться под Магнуса. Самое забавное что в итоге под Магнуса они так и не подставились. Выдержали это правило. Но действительно Пупей выходит вперед если вы ринетесь все его убивать прыгнет Магнус и вам конец. Поэтому пришлось вот так вот так тем временем Эмбер Спирит у нас улетает Бэйн с Гемом кстати говоря Бэйн-то с Гемом не вытягивает его вакуумом Дарксир это был бы провал от Пайлайда если бы он подарил сейчас Гем но Глимер Кейп его спас. Висит птичка на иншентах Да Сикреты видят слишком много застать их врасплох практически не получается даже несмотря на то что сейчас прочитали ситуацию Минески все равно подраться хорошо не получилось Да и могут попробовать конечно ну есть одна из опций для Минески попробовать еще пойти разок и навязать имфайт 5 на 5 но в целом у Сикретов теперь очень хорошая оборона то есть мы видим что Энви купил себе кристаллис и теперь он наносит довольно-таки существенное количество урона вслед за этим Магнус может издалека кидать свои воевы и то же самое те же самые поворотовые ручки так что получается что лоб-лоб не пробить могут как-то попробовать вот еще одна опция это пойти на Рошана но ДПС очень мало все-таки иллюзии лансера не дамажат Квапа мы знаем это не самый сильный ДПСер и в итоге понимают что остается фармить очень такая напряженная игра но все игры в Венера у нас довольно неспешно проходят даже имея преимущество команда никуда не торопится и не пытается ежеминутно получить победу потому что цена ошибки слишком высока но Энви у нас развлек немножко соперника отправляется обратно в свой лес и телепорт очень интересный от Энви на Квин оф Пейн нет он здесь абсолютно один есть ремнант должен быть ремнант но честно говоря я не вижу его пока на карте посмотрим куда у нас пошел Энви забегает в самую безопасную по его мнению точку находит крипов да и возвращается ремнант был в его же собственном лесу очень тяжело такого Эмбера ловить тем что есть у команды тем более учитывая что он в БКБ уже ультом не стесняется фармить Квин оф Пейн ну и Минески чуть подуспокоились после потери гема им конечно стало играть тяжело самое неприятное что они даже вот если выделят золото не смогут этот гем купить потому что он еще в кулдауне и довольно долго будет целых 4 минуты ну вот сейчас есть Рошан и можно попробовать как-то подловить Сикрет на том что они сами будут забирать этого Рошана ну а там Торксир стенка стяжка ультимейт Попы и тогда можно будет хорошо подраться если же Тим Секрет на этого Рошана не пойдут то до покупки гема или какого-то смока всегда остается опция чтобы аккуратненько фармить свой лес и по фарму мы будем на равных смог от Секретов ну и куда они в этот раз пойдут давайте посмотрим что у нас эти ребята только на Рошана уходят здесь адский ТПС в этой команде здесь Аура от Бесмастера Аура от Некробука параллельно Фокус Вайр от Виндрейнджер ну и самое такое приятное это Эмпауэр от Магнуса Рошан палит в одно мгновение Минески должны были понимать потому что исчезла руна но вопрос смотри смотри вот сейчас они уже юзают смоки но они хотели сделать так чтобы их не зацепила птица которая могла быть в инвизе чтобы секреты не увидели их вардами но как мы видим далековато нажали ну и да и не успевают здесь несмотря на то что уже Бестмастер телепортировался на базу подцепить никого не успели секреты забирают Рошана а секреты при этом еще и хотят фармить Эншентов стоят в сейв позиции выжидают где же появится соперник видят птицы Бестмастера не кратчами что никого нету рядом ИВРка также покупает БКБ Эмберспирит уже Дейдаус оформил ну вот с подкупкой БКБ на ВРке срочно нужно что-то придумать лансеров то есть мы видим что у него есть талисманчик на Эвеже но где-то нужно получить демедж а демедж не так много то есть это либо какая-то квапа которая может быть там соберут МКБ Кераус и начнет пробивать с руки своих противников потому что в БКБ тут 4 героя вообще ничего не делают либо лансер который соберет МКБ потому что сейчас ситуация такая что если Эмберек и ВРочка жмут эти чудесные артефакты то он тоже носит демедж иллюзии через фидбэк не пробивает вслед за этим как мы знаем даже копье не работает и Минески вынуждены защищаться да вот это неприятная для лансера ситуация когда нужно фармить МКБ а ему это вроде как не очень хочется да самое противное ну будто квопа может нафармить МКБ и напасть на ВРочку копы пока что свеженькая по КБ сейчас пока секреты пользуются тем что лейт у них ну там знаешь с разных сторон в принципе и там и там лейт хороший но у них он такой пободрее то есть если там есть Квин оф Пейн которая с каждой секунды ее актуальность теряется то есть там скрим уже 300 но это не то это тебе и врывается на ВРочку на Квин оф Пейн которая решила поодраться успевает уйти и вот это реакция да он успел БКБ прожать еще там подождал когда Магнус блин конец он еще успел дать дротик на ВРочку так на всякий случай отступить но выход в смоках не увенчался успехом хотя выход был хороший и квапу должны были наказывать выход был хороший но стоило БМ первым отпустить можно было попробовать со смока завалить пытаются секреты запушить мид пользуясь тем что у них все-таки есть Аегис ВРка преследует Дисраптора находит его Дисраптор в Глиммеркейпе и Дисраптор ее обманул в итоге ВРку возвращают ВРка Глиммеркейп есть Аегис есть БКБ неплохо живет можно его добить да и отступить ну Аегис выбили Аегис выбили при этом еще лансер харассит вышку сверху поэтому нет харассит даже поэтому в целом нормально Отбиваются пока что неплохо игроки команды Минески несмотря на то что ситуация для них непростая Вот ноль графики как мы видим но опять же вот этот неприятный пик который тебя ловит буквально в любой точке карты Бесмастер Магнус ВРка и убивают тебя слишком быстро Ну как мы видим пока Минески с этим так еще более-менее справляется поскольку Аганима чтоб можно было эффективнее цеплять и продолжают находиться защитной позиции Вот что я хотел сказать с каждой секундой актуальность Квапы теряет свою силу То есть если ВРочка будет там с Шеклшотой и Фокус Файра убивать там любого героя когда она купится например МКБ и Даллас и может упасть даже Лансер то Квапа в свою очередь она не такая опасная Дамагер мы видим то что нападает на ВРочку разводит хорошо ее на БКБ и разошлись МРУ Рейджинг по Т сегодня прямо так бодренько взялся Вообще соглашусь наверное с тобой но вот есть варианты айтем билдов у Квапы очень сильные какой-нибудь рефрешер с Хиггсом добавить вот к этому билду и это будет уже совершенно другой герой Но как мы видим до Хиггса еще очень далеко Пока очень далеко А да и того и другого слишком далеко Найт Сталкер Нападение Энви жмет БКБ БКБ в ответ от Рейджинг Потейта Магнус Отличный Реверс Полярити Дарк Сир в итоге побивает Квапа погибает Найт Сталкер пытается Дисраптор уйти Дисраптор не уходит Сиринг Чейнс его цепляют Дисраптор раскастовывается Ну и не совсем понятно что вообще делали здесь Минески на что они рассчитывали Ну да есть приятная новость для Минески точнее от Сикретов что БКБ снимает Сайленс и убить они его вообще никак не могли ты можешь на него выйти повесить Сайленс и сразу отступить как только он нажимает БКБ но как мы видим они как-то слишком сильно в себя поверили и решили его еще прямо в БКБ добить Да ну Квин оф Пейн надо было пешком подходить и Блинкаутиться назад а она предприняла несколько другое решение тяжелая ситуация у Лансера где же настоящий настоящего не находят не находят не Бист не находят не Бейн и Лансер остается один сейчас еще и убьет Бейна да Бейна забирает Фантом Лансер Боже как же они плохо сыграли со своими ультимейтами Магнус пытается вывести вывозит но не настоящего Верка пытается добить неплохо пробивает нужно спасаться ку-ку пауэршот мимо и ку-ку в итоге выживает 4 героя пытались его убить и в итоге еще и Бейн отъехал и он еще разобрался типичный Лансер которого непонятно как вообще затаргетить Бестмастер ультанул в иллюзию Бейн ультанул в иллюзию насколько я понимаю Магнус вывез иллюзию Магнус вывез иллюзию а Верка просто не попала ничем ну точнее пауэршотом который бы конечно добивал МКБ на Эмбер Спирити появляется уже да и в то время как Лансер только фармит себе какой-то Баттерфляй он может его уже продавать видимо да то есть у него есть амулетик вот если ты видишь МКБ на Эмбер Спирити то в принципе можно продать свой этот талисматчик потому что он тебе уже не дает такой пользы то есть да ты конечно потеряешь там где-то 900 голды но с другой стороны МКБ будет не так эффективно работать на Эмбер Спирити у Энви дабл дэмэдж находит его Найт Сталкер Энви часть вторая ну это раз Энви просто ушел ну тратить ДД или ВКБ не очень хочется просто спас мало ли тебя там чем-нибудь закроют еще есть один небольшой шанс у команды Минески это Дисраптор с Аганимом если он его дособерет а шансы у него неплохие у него Пойнт Бустер у него Став Уфизер и 500 монет осталось полторы тысячи дофармить да если как-то получится вот ночью с Найт Сталкером закомбинить стенку и стяжку то в принципе ты можешь убить всех там этим ультом если сумеешь попасть и раз уж есть такие герои которые могут перевернуть только своими сплами то можно позволить противнику чуть больше фармить секреты уже так еще на 2000 оторвались и пока выжидать Тараска должна быть ой-ой-ой как же больно Эмбер Спирит дамажит под дабл дэмэджем нужно бежать ну странно что не стали ни с чем комбинировать потому что легкая комбинация любая и здесь бы можно пару фрагов было заработать в итоге Тараска появляется у лансера Квин оф Пейн начинает выходить в Хекс есть ультимейт орб ну и терпеть дальше и собираются напасть на Вифу насколько я понимаю Сайланс ульт ВКБ очень поздно Виха на развороте есть блинк уходит с блинка и Эмбер Спирит видимо попытается нет даже Эмбер Спирит не пытается ну неплохой развод на Блэк Кинг Бар опять же понимали то что перетянется вся команда и лучше не рисковать а немножко выиграть времени здесь без БКБшек Минескам поприятнее играть чем с БКБ потому что у них целая масса героев которых БКБ контрит Вэлл оф Дискорд берется ли бестмастер да в случае с Минесками можно сказать так что им в принципе БКБ не особо-то и нужно потому что у Секретов большая часть героев это БКБ пробивает то есть Магнус Бэм Бэйн даже Верка фокус файром могут свой дамаг хорошо вписывать и из-за этого ну как бы Клопа может спокойно нажать БКБ веря в то что у него все будет хорошо на лейтгейм стадии повесили щиток поставили иллюзию лансера и аккуратненько отпушивают линию приходит сюда Эмбер Спирит хорошие варды у Секретов очень хорошая позиция для Секретов да но Ночью Найт Талкера нифига не видно несмотря на эти варды тем не менее эту вышку конечно никто дейфить не будет она слишком опасна Ночь закончилась Ночь кулдауни еще 70 секунд и Секреты пользуюсь этим очередной тавер для себя берут можно попробовать взять Эмбер Спирита нет нет нельзя прилетел и сразу улетел очень тяжело против Энви играть как вырос у нас Джеки Мао не раньше если бы год назад когда он играл на Эмбер Спирит он бы если бы пошел он бы прям до самого тавора шел в наглую и продолжал фармить но сейчас мы видим да он понимает где они находятся ну кстати хорошая статап потому что в ферст пик у нас выбрали Секреты а Минески как раз таки забрали Райдиан в сторону мы видим что у них получше Хекс появляется на Квапе ну пока непонятно чем так хороша конкретно для Минески сторона Райдиан потому что Секреты они довольны всем то есть мало того что это ферст пик для Пупея где можно ласт пиком закрыть комбинацию и постараться каунтер пикнуть на вражеского керри то ну как мы видим Магнус в данном случае это Маск который дает сплэш для всех героев и след за этим у них еще сторона Дайер и они опять начинают обусть Рошанов Рошан в очередной раз очень быстро падает ну на этот раз даже не собираются особо выходить вроде бы заняли какую-то такую странную позицию так Дисраптору остается 800 монет очень хочет он дофармить себе Аганим но может получиться Аганим даст ему много это это было бы неплохо но для начала хотя бы что-то да 27 тысяч над ворс у Эмбер Спирита Энви очень жестко оторвался ну Травела первым артефактом затем БФ и все на фарм да мы видим что секреты все больше больше вырываются по графикам пока что их преимущество еще не такое большое чтобы против него невозможно было играть но все идет к этому потому что слишком мало фармят Минески слишком мало что у нас хотят еще закупить это еще и Хекс на Дарк Сире два точных дизейбла появляются теперь поуверенней поуверенней Хексом можно заткнуть Эмбер Спирита до БКБ можно попробовать сбить Бену Ульт можно совершить раннюю инициацию на БМ так что у Минесок сохраняется шанс чтобы очень хорошо подраться на рампе у них еще у них еще стоят тир-3 и даже 1 тир-2 1 тир-2 так а что что-то Клопа по-моему продала Сайланс она продала чтобы купить Хекс ну наверное правильно потому что Сайланс здесь уже практически не против кого не работает разве что Бейну можно сбить Ультимейт У Магнуса БКБ Эмбер ВРК БКБ Бестмастер ну тоже но Хекс ценнее там статы очень хорошие дает Орчит то есть наверное один из лучших статов для кастера но с другой стороны да то есть Хекс сейчас может решать очень много вопросов в ганге чтобы можно было наказывать Джеки Мау который пока не чувствует опасности Бестмастер сбивает вард сверху падает термлива вышка да от этого тавера лучше вообще на такой стадии гружишь 46 минута в целом можно отдавать все смело все т2 тавера поскольку у противника аегис и сыр и просто заставлять заходить противника в узкий проход где можно будет комбинацию реализовывать очень необычный артефакт для Эмбер Спирита это Баттерфляй но в отсутствии манки кингбаров и присутствие импавера намекает что импавер бафается от твоей ловкости и чем больше у тебя ловкости тем больше дает тебе импавер принес себе а сыр выложил Энви нету места под сыр увы но ничего страшного можно кому-нибудь передать вот например Пайлайдаю он будет рад но сыр улетает на базу в итоге ну и не очень то и хотелось говорит Пайлайдай 17-11 по прежнему впереди у нас секреты такая захватывающая игра да 17-11 при этом по фрагам впереди как раз таки Минески ну и игра действительно держит нас в напряжении так сказать последние уже минут 20 ждут одна удачная драка для Минески может все вообще перевернуть оставляют фарм дисраптору понимая насколько ему сейчас важно добивать свой аганим остается совсем немного да хиксы аганимы все это если зайдет как следует потенциал огромный с другой стороны и у секретов потенциал просто огромный очередной МКБ вот теперь лайнсер смело может продавать свой ноль талисман потому что он ничего ничего не будет ему давать ну тут там говорят то что первая покупка была в дискорд на бюстмастере за все время причем не совсем понятно для чего потому что магии это практически нет физика одна но решил купить что этот артефакт стоит того так и вот он аганим появляется на дисрапторе тоже что-то продал продал все вообще купил аганим ну не все смог транквилла и глимерки восстались и выходят ну я так понимаю попробуют напасть сыр есть у Энви заходит в глимере дисраптор дисраптор чуть ли не падает забирают дисраптора но он делает свое дело он раскастовался Энви может успеть съесть сыр съедает сыр Энви и теперь в обратку идти мизери РП в никуда ставится стенка Дарк Сира Квапу начинают бить она под финсгрипом минус Квин оф Пейн это 2 в 0 выживает у нас Верка Саегисом на лоу хп Энви за счет сыра тоже фулл хпшный ну и пожалуй что это ГГ очень тяжело будет отбиться Магнус еще и вывозит Найт Сталкера Найт Сталкер погибает не смогли затянуть Эмбер Спирита вакуумом в этот ультимейт Дисраптора да и в принципе Дисраптор не ожидал что его так жестко накажет Энви использует Ремнант Виха все еще Саегисом Энви жмет БКБ Энви фисты Энви уходит БКБ нажимает Виха Лан Сергей живой Виха под Вендраном пытается убить Райера Райер пауэршот Райер выживает Виха минус Саегис но откатит Вендран блинк и это уже минус сторона Закрывают его Виндрейнджер Хекс А вот Хекс это то оружие против которого не очень хотелось бы воевать однако Боже мой Виха прямо на вражеский фонтан заходит на развороте Глимер Кейп сейвит его вновь свои тиммейты ну и отступит если только Дисраптор не вернет еще 5 секунд целых у Дисраптора Лансер также не догоняет Ремнант Фантом Лансер за всей бандой возвращает Энтернл Энви не успевает выжить нету у него блокинг-бара нету у него ничего должны его обязательно добивать поддержка поддержка есть забирает Энтерспирта и остается Лансер один против всех нападает на Виху они тут подходят еще и команда Виху нужно забирать уходит у нас Мизери и Верочка выживает чудом Верка спасается Дисраптор не достает ее Глимпсон совсем чуть-чуть не хватает Дисраптору но могут зацепить Пайлайдая Пайлайдая цепляют Форстап еще целых 8 секунд уходит в Глимперке получает Сайланс есть в центре минус Пайлайдая ну хоть какой-то размен удалось сделать что по байбекам никто не байбекался у Минески за счет этого более-менее по экономике у них ситуация осталась конечно все равно они позади хотя нет да они слишком сильно позади даже были до начала драки ну могло получиться могло сработать немножко не хватило ну так знаешь ну в принципе Минески ну стараются они очень хотят как-то вот напасть на Энтерспирта или может быть как-то сыграть на Тоненького как у нас в последнее время говорится но здесь очень круто играет Пупей то есть он просто идет вперед показывает все смоки всех героев где стоит Дарксир где находится Квапа когда там готов рваться Дизраптор и впитывает один весь весь проказ противника да еще и палит его в Глиммере тем самым не давая подойти Дизраптору очень нужен Блинк в такой ситуации да то есть там даже сами Минески когда напали на Эмберспирита даже несмотря на то что был у нас Месье Бесмастер рядом Эмберспирита потому что знают что если Месье Эмберспирит с 30 с 30 двумя Канетворца будет бить то там все погибнет за 2 фиста считаю то какие у него артефакты но артефакты потихонечку заканчиваются Queen of Pain 2600 но я думаю рефрешер нужно фармить тут по другому никак но покупает себе плейтмейл Шива Шива возможно кираса какая-то да Шива правда ну как бы не супер так жестко но такой выход перспектива дает 2 хекса 2 бкб 2 шивы 2 вольта дробненько ну и очень часто начне не очень часто иногда юзают Бэйн в климбере цепляют клопу бкб ну и на меди собираются секреты готовятся они к тому чтобы потихонечку нападать Эмберспирит получает хекс Эмберспирит курсап ох как же неудачно Магнус отличная реверс полярити Эмберспирит минусует дисраптора лансер уходит Бэйн схватил Найтсталкера Найтсталкера убивают да лансер также погибает Энви идет дальше Найтсталкера добивают выбивают из него гем я думаю что это 1-0 в пользу секрета слишком большой уж разрыв получается несмотря на этот байбэк лансера Эмберспириту не могут сделать просто ничего браво мизери заставил своего тиммейта выкладывал с форстафа мало мало этого он еще и синицировал на фантом лансера и ну в общем-то спас своего кэрри и обезоружил вражеского кэрри все сделал очень четко кэрри учитывая учитывая что все-таки преимущество у них было но слишком хороши эти герои Эмберспирит ВР как же против них тяжело играть как же их тяжело ловить ну я бы еще добавил что в очередной раз команда секрет получается и Ферспик и Каман и Рошана которого они по Каудалу забирают ну и в целом ничего такого сверхъестественного не произошло Минески могут сражаться Минески умеют бороться и мы видели то что у них все очень хорошо получается так что все что сейчас надо сделать это просто играть агрессивнее и нападать